здравствуйте сегодня я хотел поговорить вот об этом объективе 400 миллиметров sony это конечно колоссальная просто колоссальная линза видите какая здесь дырка наверно с мою голову и что к ней идет вот такая вот офигительная бленда которая ставится вот так вот и закручивается этот объектив не имеет крышки он имеет вот такую мягкую мягкую основу которая вот так вот надевается да и все больше ничего и что этот еще объектив для того чтобы конечно его таскать его здесь вот есть такая вот кнопка set это настраиваемая кнопка можно разные функции на нее повесить это мануал и автофокус я так понимаю это еще стабилизатор дальний фокус ближний фокус стабилизации включена выключена стабилизации две одна две три бип я пока еще не знаю что это интересная еще функция вот здесь вот надо нажать повернуть и у вас здесь можно оставить светофильтр это тоже круто да вот здесь вот такой маленький 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 вот он внутри вставляется и опять здесь кругляшок мы здесь его нажали и повернули все больше здесь ничего не выпадет конечно вот эти вот все клавиши которые здесь есть кнопки они все тоже настраиваемые на камере можно подобрать разные функции для того чтобы это все легко легко управлялась во время съемки что для таких объективов важно это вот этот вот монопод монопод гидзо да мы вот его быстро раскрутили выдвинули раз два три и погнали снимать здесь его накрутили накрутили здесь есть три дырки на которые можно это все накручивать и погнали закручивать он очень легкий по сравнению с другими объективами и очень 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 приятный вот здесь вот есть табличка который по которой выбить номер по этому номеру можно будет посмотреть кто этот объектив дело если будут какие-то изъяны это объектив пойдет именно этому мастеру каждый месяц выпускается по одному объективу купить его тяжело это надо сделать предоплату и потом его ждать целый месяц я так думаю он будет собираться целый месяц потому что линзы уже наверное существует под него его просто надо собрать и линзы это просто лежат и ждут своего часа ждут своего хозяина или агентство которое это закажет также здесь есть кругляшок для того чтобы очень удобно переворачиваем либо мы так снимаем либо мы вертикальный кадр снимаем здесь есть точки для того чтобы и самое интересное что здесь если я сделаю кадр вот кстати на 70 200 этого нету я установлю иду по точкам и у меня существует щелчок я понимаю что я попал по по точкам потом я раз опять сместил у меня здесь существует такой щелчок вот вы наверное если слышите это это очень удобно это продумано и дальше я не могу вот так покрутить поп я его сдернул хоп дальше все это такие очень тактильные ощущения очень приятно дальше я этот барашек закрутил все у меня здесь все зажато что же идет с этим объективом с этим объективом еще идет вот такой вот вот такой вот кофр вот такой вот кофр пластиковый на нем написано 400 миллиметров sony вот такой вот чемоданчик здесь написано sony можно его носить либо так либо так здесь ножки и и вот он сделан из такого из такого пористого материала очень очень ударопоглощающий здесь находятся ключики для этого чемоданчик я так понимаю сюда можно еще положить просто вот это деление фильтры которые я показываю вот дальше бы его понесли очень очень крутая вещь сейчас я снимаю на камеру sony a9 объектив 70 200 на самом низком качестве для того чтобы сразу передать в инстаграм или фейсбук потому что сидеть обрабатывать на компьютере не хочется вот что я хочу сказать по поводу камеры sony a9 очень прикольная вещь вы знаете когда я пришел снимать на теннисный турнир и там сидели представители canon и sony это было ровно я вам скажу восемь месяцев назад наверно да и а может даже и более года назад все посмотрели что я пришел с игрушкой через полгода они уже стали смотреть и говорит а что это такое а потом стали смеяться по тем параметрам которым я говорил что можно снимать на выдержке 32000 который здесь заявлено да они говорили а зачем для чего это нужно если вы хотите на дырке 2 и 8 можно сет фильтр не одевать поставить выдержку 32000 и и вперед это на ярком солнце такая они на это аргументировали так что можно сделать просто зажать диафрагму зачем зажимать диафрагму когда я хочу например задний фон во первых это камера делает 20 кадров в секунду она предназначена для спорта в зеркале которым я смотрю там нету никакого затемнения объект отслеживаю от и до потому что на зеркалке когда я снимал на 1dx на другие камеры я вел спортсмена нажимал на кнопку и все я здесь ничего не видел там была серия там 12-13 кадров в секунду да но ты из этой серии не видел ничего это то есть ты спортсмена просто предугадывал куда он побежит а он мог побежать в противоположную сторону и наоборот ускориться или запрямозить и это было кстати неудобно в этой камере очень реализован классный автофокус в этой камере очень реализовано классно стиле которые я использую это если человек один в красный если он один зеленый это он сразу делает снимок черно-белый а то что желтый или красный он выделяет это разнообразие таких кадров которые присутствуют и тебе не надо копить на над компьютером ты буквально сбрасываешь это смартфон и отправляешь отправляешь тому потребитель который у тебя это заказал здесь очень хорошо реализована функция bluetooth и вай фай я буквально эти снимки в телефон и по ватсап отправил буквально с места я уже отправил когда на других камерах это было реализовано надо было тебе докупать еще что-то как-то это какие-то костыли а здесь это уже вшито конечно сейчас появились сети канон и никон но они по функционалу очень сильно уступают камерам sony a9 очень сильно уступают я кстати проверю завтра вот этого красавца я прям взял и я когда ты берешь этот объектив кажется он очень тяжелый на самом деле ты берешь он вот легкий для своих размеров он легкий вот его можно поднять одной рукой еще будет камера вот и у меня открутился барашек знаете вот здесь вот обычно должен быть барашек а он у меня открутился непонятно почему видимо он у меня упал где-то потому что сейчас поставил штатив а он у меня поплыл по паркету здесь обычно резиновая такая штука монопод монопод очень удобная вещь я когда начал использовать монопод у меня еще не было таких объективов во первых кадры стали равним как снимаешь с рук то так горизонт завалил и я меньше стал фотографии редактировать это очень во первых ты сидишь если ты на теннис на матче матч идет два часа и ты вот в таком положении буквально хлоп-хлоп розыгрыш ты более-менее расслабил хлоп-хлоп и вот эти мышцы очень сильно забивались хоть я и занимаюсь спортом я сам тренер я тренирую каждый день я всегда у меня физическая нагрузка но даже при этом даже на 70 200 до ты сидишь и вот в таком положении просто бывает я уже не говорю это таких объективов которых без за такого монопода без карбона желательно конечно мне кажется карбоновым потому что он легкий все идет в быстрение процесса да все идет мобильности передвижение все надо быстро 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 и надо использовать легкие вещи для того чтобы легко и свободно передвигаться и быстро вот ну вот наверное все я закончу видео на этом очень прикольная вещь и мне прям вот хочется поснимать мне прям вот хочется поснимать на этот объектив его протестировать ставьте лайки комментируйте спрашивайте я обязательно отвечу спасибо вам большое